МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОЛОКОЛА ЗВЕНЯТ, прям не останавливаются. Просто записываю это видео, потому что, возможно, когда-то эти мысли будут важны для меня или для кого-то еще, кто столкнется с такой проблемой. Иногда ты готовишься к гонке или еще к чему-то, но это почему-то не получается. Я нахожусь во Франкфурте, где проходил свой какой-то там уже по счету Ironman. Здесь, во Франкфурте, я участвовал два раза. И эту гонку я приехал сделать на хороший результат. Пошло чуть-чуть что-то не по плану. Чуть-чуть или не чуть-чуть. В общем, на сотом километре у меня сломался мой аэробар. Ну, собственно говоря, вот такая поломка, когда ты идешь на результат, когда в гонке очень важное значение в длинном триатлоне имеет аэродинамика. Такое потерянное преимущество, это означает, что фактически соревнования закончились. Можно продолжить в формате доезжания. Ну, просто доехать гонку, получить медаль финишера. Я решил это не делать. Скажу так, что правильно это, неправильно, но для себя я понял, что именно сегодня я не хочу продолжать эту гонку. Поделюсь своими чувствами, как я управлял ими. Первое, конечно, такое шоковое расстройство первые 10 минут. То есть ты в течение нескольких месяцев, как минимум, занимаешься специфичными тренировками, тратишь на них время, силы, стараешься, работаешь. И вот мотивация у тебя вот здесь где-то в голове находится тот результат, который ты сделаешь в день старта. И вот этот день приходит, ты от него очень много ждешь, и все идет не по плану. Поэтому в течение 10-15 минут я находился, конечно, в легком таком возбуждении, граничащему с печалью. Что я сделал для того, чтобы как-то проглотить и растворить в себе эту историю? Первое, во-первых, я придал меньшее значение и меньшую ценность, я уменьшил ее для себя. Потому что это не первая, не последняя гонка в моей жизни. Как я сказал, только здесь это уже третий Ironman. Второе, я понял, что сегодня, например, я сделал крайне крутое плавание. Это было мое рекордное. По времени плавания я проплыл за час, один час, тринадцать или сколько-то секунд. Это для меня очень хороший результат. Я себя за это похвалил. Также я понимаю, что я делал вообще вот помимо этой независимой от меня проблемы. Все достаточно хорошо. Я хорошо пришел с утра в транзит. У меня было все организовано. Я быстро прошел транзитные зоны. То есть все, что я сделал до момента завершения гонки, я сделал хорошо. И я за это себя хвалю. Третье, это то, что эта гонка, завершенная, как говорится, заранее, она сохранила мое тело и мою энергию для того, чтобы сфокусироваться на следующей уже гонке, которая пройдет совсем скоро, в июле, уже через три недели. И я понимаю, что так, если бы я завершил гонку полноценно, с бегом в 42 километра, конечно, это была бы другая история. То есть задача была бы максимально заниматься восстановлением. А здесь, получается, я могу продолжить тренировки и еще качественнее подготовиться уже к той цели. То есть что произошло? Прошло там 40-60 минут, я уже сместил акцент на другую свою цель, и я живу ей. Потому что все, что не состоялось, это уже в прошлом. Как бы ты об этом не грустил, как бы ты не горевал, это уже состоялось или не состоялось. Все. Поэтому надо сделать выводы, что происходят такие вещи. И самое главное, крайне быстро переключиться и сфокусироваться на что-то другое. Также, например, я нашел плюс в том, что у меня завтра в понедельник несколько важных встреч. Вынимаю, что после гонки я все думал, как соправлять со мной, чтобы на этих встречах быть максимально сфокусированным. И фактически завтра на этих встречах я буду как огурец, и в этом я тоже нашел плюс. Друзья, фокусируйтесь на том, что у вас впереди, и хвалите себя за то, что уже позади. Спасибо. Спасибо.